здравствуйте меня зовут дмитрий скобелев и сегодня мы с вами говорим о панорамировании и движение внутри кадра как известно движущиеся объекты снимать сложнее всего а в видео это особенно важно что же именно влияет на качество изображения и как получить максимально достойный видеоряд без артефактов и без каких-то проблем вот об этом мы сегодня с вами и поговорим и так одним из самых главных вещей в съемке движущихся объектов является именно как бы качество изображения насколько это будет смазанным или четким изображением и как параметры камеры влияют на то как это изображение передается одним из наиболее удручающих элементов съемки подвижных объектов в том числе и движение камеры является пресловутый rolling shutter дефект который делает изображение ну скажем так желеобразным дело в том что он не в одно и то же время считываются разные участки изображения с матрицы камеры и на некоторых камерах есть такой дефект давайте посмотрим как он выглядит и поговорим о том как можно с этим бороться как мы видим на разных камерах с разным размером матрицы при схожих параметрах возникает один и тот же дефект такая вот желеобразность изображения в общем то это скажем так дефект конструктивный то как устроены алгоритмы считывания с матрицы единственная достойная возможность это побороть это использовать матрицы с так называемым global шаптером где эта проблема локализована однако в нашем случае есть возможности сторонними плагинами в программах типа adobe пример регулировать этот самый rolling shutter и немножко его править хотя в общем и целом все равно заметность остается поэтому важно разобраться какие параметры и какие движения камеры можно делать и как это сделать максимально аккуратно поэтому мы с вами поговорим в первую очередь о выдержке и четкости объектов в кадре собственно говоря наверняка по фотографиям вы замечали что некоторые объекты выходят четкими а некоторые смазанными или создаются некие шлейфы и траектории движения это зависит напрямую от выдержки видео выдержка не совсем также работает как фото по той простой причине что мы делаем несколько кадров в секунду постоянно и минимум в видеопроизводстве мы делаем 24 кадра в секунду соответственно максимально длинный выдержка может быть 1 24 секунды не получится сделать выдержку в одну секунду в каждом кадре потому что за секунду камера делает целых 24 кадра поэтому мы с вами ограничены по максимально длинной выдержки а вот по коротким у нас таких ограничений нету поэтому меняя настройки выдержки мы можем регулировать четкость движения внутри кадра собственно говоря давайте посмотрим как будут выглядеть разные количество кадров в секунду и как это повлияет на передачу изображения в движении мы видим что есть на некоторых примерах какой такой прям дерганье сильно до связано с тем что траектория достаточно большая внутри кадра а вот фаз движения не очень много например случае когда у нас 15 кадров в секунду так снимает некоторые камеры наблюдения и экшен камеры в том числе бывают смартфоны позволяют записывать 15 кадров в секунду из-за этого в общем то видео получается какое такое совсем смазанным чем больше кадров в секунду мы пишем тем больше фаз траектории движения мы описываем тем получается более четкое изображение при этом мы помним что чем больше кадров в секунду тем короче у нас максимально длинная выдержка если мы снимаем 120 кадров в секунду то нас получается и максимально длинная выдержка 1 120 секунды давайте посмотрим на примерах бытовых как разные выдержки в камере влияют на передачу характера движения обратите внимание что когда выдержка используется достаточно длинная то движение такое более естественные плавные чем короче выдержка тем более скажем так психоделично выглядит вращение лопастей вентилятора и немножко так напряженные угрожающие это смотрится это можно опять же использовать в специальных целях для того чтобы создавать нужную атмосферу внутри кадра поэтому подбор выдержки под конкретные задачи тоже является важным решением мы не просто так выбираем какие попало настройки а пытаемся максимально усилить нужное нам впечатление когда мы снимаем на 1 30 секунды движение плавно и буквально все смазывается чем короче у нас получается выдержка тем все более грубое резкое движение внутри кадра возникает по этой причине надо помнить что выбирая выдержку мы получаем много кадров в секунду разной четкости чем у нас более короткая выдержка тем более четкие эти самые кадры поэтому и каждая фаза движения выглядит более отчетливо вот что бывает когда мы используем длительные выдержки например не редкость когда в кино используется 1 50 секунды выдержка такая достаточно стандартная выдержка тем не менее многие движения внутри кадра могут выглядеть смазано если мы вырвем из видеоряда отдельно взятый кадр наверняка замечали что когда мы воспроизводим какой-то фильм на компьютере и нажимаем кнопку пауза например пробелом то кино застывает в какой-то вот смазанный такой фазе дело в том что как правило выдержки в кино используется достаточно длительные для движения и каждый кадр немножко смазано за счет чего достигается некая плавность этого самого движения но отдельно взятый кадр выглядит не очень качественно также улучшить качество таких кадров как сделать их более читаемыми и в некоторых нуждах менее плавными если нам так нужно значит мы должны регулировать выдержку то есть поменять ее например с 1 50 на одну 200 естественно что каждый отдельный взятый кадр у нас будет более четким и естественно детализированным но давайте посмотрим насколько это катастрофически влияет на плавное движение а плавность движения это важно насколько органично воспроизводится вообще изображение камерой давайте сравним разные количество кадров в секунду на одном и том же сюжете например рябь воды который воспроизводится собственно с разной частотой у нас есть 24 30 48 60 90 и 120 кадров в секунду давайте попробуем подумать в каком случае у нас какие есть бонусы казалось бы 120 кадров в секунду это же как можно детализированно передать движение внутри кадра но вы замечаете насколько великое мельтешение волн в кадре при этом при 24 кадров в секунду очень плавное течение волн прямо такой вот как будто бы глазами смотришь поэтому надо помнить что для разных сюжетов нужно проверять какая выдержка будет наиболее оптимально по этой причине и чистота кадров и выдержку надо получается связаны между собой в этом плане мы должны всегда проверять как выбранные нами параметры и количество кадров в секунду выдержка повлияют на воспроизведение конкретного сюжета это очень важно иначе может получиться вместо течения воды какая-то просто каша и мельтешение при этом возникают на такие дефекты как рассинхрон или синхронность действий внутри кадра и собственно говоря самой камеры допустим если возьмем вертолет и скорость считывания данных с матрицы будет совпадать с частотой вращения лопастей получится вот такой эффект есть ощущение что вертолет не летит а парит в воздухе это потому что каждый раз проходя круг лопасти оказывается в том же самом месте в тот момент когда смотрится изображение считывается по этой причине мы не видим движение лопастей однако когда вертолет либо меняет скорость вращения лопастей либо меняется скорость выдержки например у камеры то мы замечаем что лопасти начинают медленно поворачиваться и вращение появляется собственно говоря мы можем либо специально нарочито создать такой эффект либо наоборот стараться его избегать для того чтобы все таки движения воспринвести поэтому выбор правильных параметров при передаче движения очень очень важен